Музыка Гуляя недалеко от одной из столичных школ, я обнаружила на земле разорванные листы с изображением нашей государственной символы. И мне этот эпизод, он до сих пор взбодоражил мою душу, мои мысли, мое сознание. Недостаточно и в полной мере работники, отвечающие за воспитание подрастающего поколения, молодежи в том числе, проводят работу по пропаганде и уважительному отношению государственных символов. Я, знаете, все-таки я за то, чтобы вести планомерную систематическую работу, не какие-то крайности, не переходить к крайности. Понимаете, вот было время, в сталинские времена, когда заброшенную бумажку штрафовали. И когда люди ходили и доносили о таких фактах, это очень крайной мере, понимаете. Мы сейчас век гуманизации общества, это не совсем гуманно выглядят такие методы, да. Поэтому я за то, чтобы не впадать в крайности, а вести на ланде систематическую планомерную работу. Музыка Чтобы прививать патриотические качества, необходимо очень много различными путями, различными методами, различными средствами, методами примера, методами убеждения, внушения и так далее. То есть это не сиюминутная, сиючастная работа, а это очень кропотливая, систематическая работа. Вот нас, например, охотят американцы, вот они плачут, когда слушают этот гимн, музыку гимна. Вот как они добились таких результатов? Ведь им нужно какое-то время определенное прожить, пережить, чтобы мы достигли такого же определенного результата. Конечно, нам всем хочется, взрослому населению, работникам, отвечающим за духовное воспитание подрастающего поколения, чтобы наши дети были патриотами, оставались. А патриот – это тот человек, который оставались на своей территории, как говорится. А вот даже можно сказать, что у нас очень многие молодые люди мечтают о том, чтобы получить образование за границу, выехать куда-то. То есть они, получается, к какой-то степени недооценивают уровень нашего воспитания, который в Казахстане.